Добрый день, уважаемые дамы и господа! От имени Крестполе Школы, нашей некоммерческой, неправительственной международной организации с офисами в Риге и в Бруклине, в Нью-Йорке, приветствую вас на нашей панели, которая называется «Латвийские герои Российской империи». Меня зовут Павел Иванов, я исполнительный директор Крестполе Школы, и наша небольшая организация видит своей задачей, основной задачей посвящения тех, кто говорит дома на русском языке, вне зависимости, где бы они проживали, с целью, чтобы эти люди становились полноценными членами цивилизованного общества. Сегодня мы собрали здесь на лампе, мы собрали здесь троих очень интересных людей, которые сделают свои доклады, и каждый из докладов будет посвящен герою, который родился и связал свою жизнь с Латвией, тогда, когда Латвия была частью Российской империи. Ну, сначала у нас будут три доклада, а потом будут вопросы, ответы, я надеюсь, что у вас они возникнут. Как я сказал, докладчиков трое, я представлю по очереди, ну, первый из них, а потом остальные. Первым будет выступать Дмитрий Савин. Он историк, писатель, публицист и глава правления Ассоциации развития русского гражданского общества и поддержки российских эмигрантов, сокращенно РМ, это здесь, в Латвии, в Лепе. Дмитрий специализировался на церковной истории Забайкалье, имеет ряд научных публикаций, в том числе, включенных в Российский индекс научного цитирования. В 2015 году Дмитрий вынужденно покинул Россию и в декабре 2016-го получил статус политического беженца в Латвии. Дмитрий, прошу. Здравствуйте, господа, спасибо, что пришли. И спасибо за то, что дали мне такую разбойную возможность выступать первым и, соответственно, несколько скорректировать, возможно, вектор нашей беседы, вектор нашей дискуссии. Потому что само по себе название «Латвийский герой Российской империи» оно довольно интересное, но оно интересно тем, что оно сразу же ставит целый ряд вопросов. Что мы подразумеваем под героизмом, кто есть герои и что есть империя и в каком смысле нам следует это понимать. И вот со своей стороны я бы хотел предложить следующую точку зрения. Героям в данном контексте следовало бы считать ту личность, которая является героем для различных сообществ, для людей, которые были патриотами Российской империи или, как говорили впоследствии в эмиграции исторической России, и которые были героями также для латышской нации и для Латвии. И, естественно, что такие люди, и в этом заключается их уникальное свойство, неизбежно являлись носителями сразу нескольких идентичностей. И вот это очень интересный пример, который, это вообще очень интересная ситуация, которая связывает таких людей, живших на достаточно большом историческом отдалении от нас, с нашими сегодняшними реалиями, с реалиями глобального мира. Потому что сегодня мы очень часто слышим о глобализации, мы слышим о мультикультурализме, но, к сожалению, очень часто за этими словами возникают какие-то весьма своеобразные картины и нам предлагают, на мой взгляд, нечто искусственное. Но, с другой стороны, если мы посмотрим на тех людей, по крайней мере, если будем говорить о Фридрихе Бредесе, или, как его называли на русской службе полковник Бреде, этнический латыш, безусловно, герой Латвии, безусловно, герой Российской империи, то такие люди, и в этом действительно была их уникальная особенность, совмещали в себе различные идентичности и в каком-то смысле были выразителями такого естественного природного мультикультурализма. И вот, если мы вспомним, что есть империя в изначальном смысле, потому что империя всегда глобализация, и если мы вспомним события начала 20 века, когда очень многие народы обретали свои национальные государства, то здесь мы видим очень интересное наложение и сочетание разных смыслов. И в этом смысле, конечно, в этом отношении Бредес, Фридрих Андреевич, Фрицис, Бредес очень и очень интересная личность, потому что как раз-таки даже с самого начала его жизненного пути, буквально с самого его рождения, в его судьбе воплотилась вот эта многосторонность, глобальность того, что он двигалась на человечество в 20 веке, потому что он был этнический латыш, да, и, в общем-то, и воспринимался всегда латышами как таковой. При этом родился он на территории Витебской губернии, за пределами Латвии. По вероисповеданию он был православным христианином, и известно, что его мать была очень религиозной православной христианкой. Есть свидетельство, что на определенном этапе Фрицис, он же Фридрих, размышлял о том, чтобы уйти в монастырь. Даже такие есть сведения. Но при этом пошел на воинскую службу. И вот это тоже очень интересный момент, потому что, когда мы говорим о тех переменах, которые происходили в 20 веке, о том, что совершалось, о глобальных изменениях, то вот все мы это здесь видим. Мы видим, во-первых, что сама семья его жила за пределами Латвии. То есть это явление, ставшее возможным в результате тех переселенческих, колонизационных процессов, которые начались в последние четверти 19 века. Что касается выбора его военной карьеры, то он тоже очень типичный, потому что, опять же, люди, хотя бы немножко знакомые с историей начала 20 века, знают, что для очень и очень многих латышей именно воинская служба была наиболее доступным и эффективным социальным лифтом. И последующая его судьба, если мы переходим к тому, о чем мы говорили, о героях Российской империи, она тоже очень показательна, потому что уже буквально в первые же дни Первой мировой войны Бредес, человек, который к тому времени получил уже офицерский чин, за очень короткий период времени получает целый ряд наград. Это были за бои в Восточной Пруссии ордена Святой Анны 3-4 степени с особой подписью за храбрость, это был орден Святого Георгия 4-й степени, это было георгиевское оружие, это был орден Святого Владимира, Святого Станислава. И вот это очень показательно, что человек буквально за полгода сумел получить фактически все возможные ордена, которые полагались для людей его ранга, его офицерского звания, за воинскую храбрость. То есть мы видим человека с очень интересной биографией с самого начала, который к самой своей личности сочетал сразу целый ряд разных идентичностей, православно-христианскую, этническую, латышскую, и в каком-то смысле, можно сказать, общеимперскую, да, российскую, как представитель воинского сословия. И этот человек был героем для Российской империи, которая тоже наглядно застретенствовала теми родинами, которые он получил. Но при этом, при этом, можно было бы сказать, что перед нами такой классический пример ассимиляции. Человек, у которого были какие-то этнические корни, была какая-то своя этнокультурная идентичность, но который впоследствии просто влился в некую общеимперскую массу и в ней растворился. Но особенность как раз вот этой личности заключается в том, что когда стали создаваться первые латышские стрелковые подразделения, первые латышские стрелковые батальоны, он вызвался быть среди первых офицеров, кто участвовал в их создании, кто тренировал солдат, и он-то, собственно говоря, и стал, может быть, самой яркой личностью среди всех латышских командиров вот этих латышских батальонов, а потом, соответственно, полков стрелковых. То есть мы видим, что, ко всему прочему, он всегда помнил о своем именно латышском происхождении, он осознавал себя как латыш, и он хотел быть с латышами. И, в общем-то, таковым он и запомнился тогдашнему обществу, можно сказать, Латвии, тогдашнему латышскому народу. И именно тогда, в годы Первой мировой войны, в общественном сознании запечатлелся его образ как героя. Как героя, фронтовика, как талантлившего, гениального командира, храброго офицера и так далее. Но, как только начались революционные потрясения 1917 года, он занял вполне однозначную, жестко антикоммунистическую позицию, и, что показательно, все его последующие шаги четко, совершенно указывают, что он не мыслил вот эту свою дальнейшую борьбу против коммунистической угрозы в отрыве от России. И, собственно говоря, все последующие события его, в общем-то, короткой жизни, которая оборвалась в августе 1918 года, они как раз с этим и связаны. Они связаны с антикоммунистическим сопротивлением именно в российских регионах. Потому что, как сейчас уже можем судить, на основании свидетельства того же генерала Гоппера, Бредис был, после того, как он был вынужден бежать с территории современной Латвии, и тогда уже, начинавши формироваться Латвий на территорию России, он присоединяется к антикоммунистическому подполью. Он был одним из тех офицеров, кто готовил Ярославское восстание, конкретно в Рибинске. После этого он был вынужден перебраться в Москву, как член организации «Союз защиты Родины и Свободы» Бориса Савенкова, небезызвестного. И вот тогда же, летом 1918 года, в Москве он был арестован и вскоре расстрелян. Как говорят, есть такая легенда, можно сказать, что Латыша Бредиса расстреляли по приказу другого Латыша Петерса, который был одним из руководителей ЧК в тот период времени. Пришел, постарались расстрелять как можно быстрее, именно потому, что его репутация, как одного из самых славных героев латышских полков, была настолько велика, настолько сильна, что даже красные латышские стрелки выступали против его преследования, требовали его освобождения, и поэтому от него постарались избавиться как можно быстрее. И, что очень характерно, мы видим, что человек просто не успел принять впоследствии участие, например, в освободительной войне в Латвии, но посмертно получил полный банк ордена Лачпойсиса. И Латвия, независимая Латвия, в которой он, по сути, это дело не успел пожить, потому что мы все знаем дату независимости Латвии, а он, извините, погиб в августе 18-го года, до того. Но, тем не менее, независимая Латвия признала его своим героем, о чем нам напоминают названия улиц, как в Риге, так и в Лепре, где я живу, и о чем нам напоминает вот это посмертное награждение орденом Лачпойсиса, который, вообще-то говоря, полагался именно героем освободительной войны. И вот все эти факты складываются, на мой взгляд, в очень интересную и показательную картину. Мы видим, действительно, пример уникального сочетания очень разных идентичностей. Идентичностей, которые в современном мире часто называют взаимоисключающими, но вот в этом человеке они сошлись очень естественно. Он, безусловно, был русским офицером и офицером царской службы, который до конца был верен своей присяге. И в этом смысле это, безусловно, русский человек и русский солдат, русский офицер. При этом мы видим, что он всегда, хотя и родился даже за пределами, собственно, Латвии, он всегда помнил о том, что он латыш. И когда появляются первые латышские стрелковые отряды, он сам вызывается принять участие в их формировании, он становится одним из самых лучших командеров, он становится их героем. И он становится своим для латышей как национальной общности. И это тоже очень важно, что когда Латвия становится независимой, его этот статус легендарной героической личности признается и тут. То есть мы видим, с одной стороны, что в нем не была, несомненно, представлена вот эта российская имперская идентичность, как в офицере царской армии, как в патриоте действительно единой в том понимании, не в нынешнем, слава богу, России. Но при этом в нем это сочеталось и сказалось бы антагонистичной вот этому глобальному имперскому началу идентичностью в латышской, национальной, эко-национальной даже. И сверх этого он был еще и православным христианином. И вот в этом можно видеть парадокс, в этом можно видеть странность, но с другой стороны, это тот уникальный опыт Латвии, исторической Латвии, это тот уникальный опыт латышского народа, который сегодня, мне кажется, очень востребован. Потому что Латвия действительно, это часть Балтии как пограничного региона, где сходились разные цивилизации, где сталкивались разные силы, разные империи. И вот в этом столкновении, почти всегда жестоком, кровавом, тем не менее мы видим уникальное, свойственное пограничью, сочетание, причем гармоничное, естественное сочетание разных культур и разных идентичностей. И сочетание это мы можем наблюдать не только в смысле каких-то культурных феноменов, исторических событий, мы видим их в судьбах отдельных людей, мы видим их в судьбах тех, кто был героями как для русских людей, кто был героями для исторической России, и кто был героями и для независимой Латвии. И вот это, мне кажется, тот вектор обсуждения, то направление для размышлений, для поиска смыслов, которое нужно не то, чтобы даже в сегодняшней нашей дискуссии, но которое крайне важно сегодня и для Латвии, и для латышского народа, и для русского и русскоязычного сообщества в Латвии, и вообще для всех людей, живущих в том числе на постсоветском пространстве и в Европе. Потому что опыт этот очень интересный, во многом уникальный и недооцененный. Спасибо. Спасибо большое. Дмитрий, на самом деле, такой высокую банку задался, но будет дальше, наверное, несомненно интересно. Наш следующий докладчик, госпожа Сильва Бетрате, магистр журналистики и социальных наук, 25 лет работала на Латвийском радио, и Сильва также основатель первого коммерческого регионального радио в Латвии, радио Курзины. Дальше Сильва была депутатом 8, 9 и 10 сельмов Латвии. С 2012 года работает в Рижской психонаркологической больнице, руководит там отделом общественных связей и, самое главное, создала там музей, постоянно действующую экспозицию, которая очень интересна. Сильва, спасибо. Здравствуйте. Я буду говорить, постараюсь говорить по-русски, потому что всегда к нам в Центр Психиатрии и Наркологии Риги можно прийти, посмотреть экспозиции, всегда я, хотя даже с одним человеком хожу и все рассказываю, но это для тех, которые, может быть, латышки не так хорошо понимают, но мне хочется, чтобы вы поняли то, что я хочу рассказать. Я всегда удивляюсь этим моим героем, доктором медицины Ото Вильгемом фон Гуном. Он балтийский немец, но все равно это наш человек, который создавал медицину и в Латвии. Мы перенесемся теперь в более древние времена, потому что Ото Вильгемом фон Гуном родился в 1764 году. И он прожил 68 лет. И когда ему было 60 лет, он стал директором нашего психиатрического центра города Риги. И это в то время он был уже, ну, большие годы. Это уже старый человек был. Но в нем было столь много энергии, что он смог и работать, и создавать такую организацию. Но кто же он был, этот доктор, этот Вильгем Кун Гун? Он был очень такая многогранная личность. Ну, там будет текст, вы можете там прочитать? Это чтобы мне было легче, чтобы вы смогли лучше это все прочитать. Он был действительно очень многогранная такая личность, в которой было столь много разных интересов, что даже всех невозможно здесь перечислить. Но я назвала здесь самые главные. Он действительно был очень популярный врач Риги. Его все знали, и только потом уже Риги. И даже когда он собирался работать в России, его не хотели пускать в Россию, чтобы не поехал. Но он был такой человек, который всегда хотел что-то новое попробовать. И он, конечно, 10 лет все-таки и проработал в России, в Москве, в Петербурге. Он назван выдающимся, самым выдающимся медицинским работником в Латвии 18-го, на рубеже 18-19-го столетия. И здоровье народа, высший закон, действительно был мотой его всей профессиональной деятельности. Потом он еще новатор. Он действительно, он здесь делал классические прививки Ченнера против Оспи. Первый в Риге и в империи русской. Он был изобретатель. Он действительно изобрел некоторые интересные вещи, которые очень такие хорошие для армии. Он особенно, он популярен сушкой квашеной капусты. И потом я это расскажу. Потом он был очень хорошо информированный, опытный практик. Потому что он везде побывал. В Швейцарии, в Австрии, даже в Париже, Франции, везде. Ну, конечно, в Германии. И очень, и 10-30 лет проработал в России. Он был и топограф. Мы знаем только одного такого предыдущегося топографа. Это Броцеп. О нем мы знаем очень много. Но и Ото Вильгер Мангун тоже занимался этой деятельностью. Потому что, наверное, это было очень популярно. Но и он хотел собрать топографический материал о Риге, в Витзаме, Курзаме, Эстонии на 70 томах. И потом для нас, для нашего психиатрического центра, он создаватель этого центра. Это первые золотые 4 года в начале создавания нашего психиатрического центра. И это 1824 год. Теперь вы видите там одну фотографию. Это из нашего рижского центра психиатрии Таида из музея. Там, за этими дверьми, там экспозиция, посвященная Ото Куну. И мы очень гордимся, что экспозиция очень интересная. Приходите, сами увидите. Я буду немножко больше рассказывать про три акцента личности Ото Куна. Значит, новатор, изобретатель и хорошо информированный опытный практик. Здесь немножко попозор. А, обратно, да. Новатор. Значит, в 1800 году, два года после того, как был изобретен этот классический метод Дженнера по прививке против оспи, он это начал внедрить и в Риге. Начал эту прививку делать. Одна проблема была. Здесь невозможно было этот серум сделать для этой прививки, потому что в Латвии в то время не было больных коров. И надо было это привезти из Великобритании. Но было очень много сделано. Они начали эту прививку в Риге и работали усердно. И в 1803 году он уже сделал, так как бы создавали с другим доктором, институт вот прививки оспи, просто против оспи. И он выдавал за свои средства рекламные такие буклеты и распространял по всей империи, почти по всей, тысячи, четыре тысячи вот таких было посланий. И он был принят в Королевское общество Дженнера и получил специальный такой престижный диплом. Здесь, в этом слайде, вы видите одно помещение, которое посвящено вот именно прививке против оспи. Здесь можно прийти и посмотреть. Здесь как раз информация о вакцинации. Но он был хороший и изобретатель. Я назвала уже то, что он сделал некоторые полезные вещи для армии. Так как он начал после того, как он получил град доктора, но получил он этот град в 24 года. Он был молодой. Потом он начал работать с армией в госпитале в Рижском. И он создал такую телегу, в которую можно перевозить 12 раненых солдат сразу. И это было очень хорошее изобретение. Но насчет квашеной капусты. Он 20 лет экспериментировал в ввашении, то есть сушением или сушкой разных овощей. Но самые и там и морковь, и лук, и что-то другое еще. Но он знаменит именно этой квашеной капустой, которую он сушил для того, чтобы долго это сохранилось. И это было полезно для сохранения, для удобств, транспортировки для армии в основном. И он эти упаковки тоже специально рассылал на разные адреса. И этим очень гордился. Это было очень популярно. И вот как-то не могли его оценить все-таки на большом российском государстве империи. Но он не пропищал это дело. И когда они были в Париже, тогда пригласили, с посольством России, тогда пригласили на еду этого супа из квашеной капусты. И все очень хорошо это оценили, говорили, что очень вкусно. И тогда он сказал, что эта квашеная капуста сделана 6 лет назад. И только вот он этот рецепт не раскрыл министру морекозы в Афранции, который сразу оценил, что это очень хорошее изобретение. И хотел раздопить этот рецепт, но он как патриот это не раскрыл ему. Нет, немножко там дальше. Вы можете там прочтете. Там это, которые берут, берут, я немножко больше там написала, чтобы вы могли прочесть. Это насчет вот этих 10 лет, которые он проводил в России. Где он был и что он делал. Но начал его пригласил граф Алексей Розуновский своим семейным доктором. И он, конечно, он сначала не хотел ехать в Москву, но потом уже сказал да и поехал, и работал, уже остался на 10 лет в России, в Москве и Санкт-Петербурге. У этого графа Розуновского был, ну такой больной сын, и ему тоже помогал. Тогда он уже, наверное, начал уже немножко интересоваться больше и в психиатрии. Потом уже он открывал практику в Москве, там работал в этой практике своей, и защищал эту прививку против Осты. И он получил три бриллиантовых кольца. Он тоже разные, и медали две получил. Так что он тоже был оценен. Потом он был в посольстве графа Розуновского, и они поехали вместе с князем Николая Розуновского, и они поехали в Эспалин и в Испанию. Но они остались из-за войны с Наполеоном в Париже на какое-то время. Потом уже через 10 лет Отуагун вернулся в Латвию. То, что он в своих путешествиях увидел, то, что он узнал, он использовал и в создании нашего учреждения, нашего центра. Тогда это назывался Александровские высоты. Такое учреждение, и вот вы видите карту. В этой карте это ситуация на 1824 год. Те вот дома, которые вы видите, да, там наверху, такие, они сохранились, они памятники государственного значения. Вот в этом самом маленьком, который хоризонтально, там находится музей сейчас. Но он там и запланировал и сады для психически больных людей летние сады и летние, ну, такие дома, чтобы там можно было отдыхать. Ну, он там планировал все для того, чтобы лучше было и психически больным людям здесь находиться. Это ему, им помогло бы. Потому что считалось, что с хорошим ландшафтом, свежим воздухом можно помочь этим людям. Но как же выглядит Ото Вилгельм Фонг Гун? Портрет его до сих пор не найдет. Это, конечно, не сложит... Никак не могу сложить это в своих мыслях, как это возможно, если такой человек, который в то время был очень известный уже, что портрета никакого нигде нет. Даже в советские времена искали его этот портрет и так и не нашли. Я даже здесь оставила на латышском языке, что это очень важно, что портрет не найден, но мы еще не потеряли надежду все-таки найти его портрет, потому что это было бы интересно посмотреть, как он выглядел. И все-таки, если можно еще в конце сказать, еще немножко, тогда могу сказать, что все-таки я его чувствую все время, мы чувствуем его в присутствии в своем учреждении. И оно так и выглядит. Это тени его, которые там есть, мы ее чувствуем. И в этом году Центр психиатрии будет отмечать свое 195-летие. Мы самая первая Балтийская психиатрическая лечебница. И мы самый большой центр и самая большая больница сейчас в Латвии. Я и Ату Агун говорить вам спасибо за внимание. Спасибо большое, Сильва. Наш третий докладчик, господин Илья Альинский, это директор Рижского музея евреев в Латвии. Илья закончил историко-философский факультет Латвийского университета с специализацией на новой и новейшей истории. И с 2006 года работает в музее евреев в Латвии, и с 2008 года является его директором. Это Носковос. Ну и все, и собственно... Хорошо, Илья, вам слово. Это очень хорошо, что Дмитрий задал в самом начале вопрос, что мы понимаем под героизмом. Я боялся, что у нас будут рассказывать сильно про людей, как было заявлено в описании, как Екатерина Первая, например. Хорошо, что мы стали говорить о том, что такое героизм. Я выбрал двух персонажей, в случае которых героизм я понимаю как типичность. Так же, как у Лермонтова была книга «Герой нашего времени», персонаж, который был не самый симпатичный, но довольно типичный, как казалось автору для своего времени. Так же, два моих персонажа, они очень типичны и для своей социальной среды, для латвийских евреев в конце 19 века, так и вообще для Российской империи, и в каком-то смысле и для следующего периода, для периода независимой Латвийской республики, к сожалению, их судьбы тоже очень типичны для своего времени. Это два брата, Пауль Минц и Владимир Минц. Пауль Минц был известным юристом, Владимир Минц был известным медиком, и мы попробуем в ближайшие 15 минут посмотреть, как развивались их судьбы, в чем было типично, в чем было нетипично. Семья Минц была про ее история прослежена до 15 века. Это была семья очень известная, которая дала целый ряд людей, какие интеллектуалы, известных и религиозных деятелей. Для братьев это всегда была очень значимая вещь, то, что у них за спиной есть какая-то история, которой они должны быть достойны. Они всегда это подчеркивали, родились они в Даугавпилсе, на тот момент Даугавпилс это огромный индустриальный центр, город растущий постоянно, в городе есть деньги, в то же время в городе ощущается некоторая стесненность в смысле возможностей. Кроме того, для еврейского населения действуют разного рода ограничения, так как семья состоятельная, то они себе могут позволить в 1880-е годы переехать в Ригу, братья поступают в первую рижскую гимназию, оба заканчиваются отличием, Пауль Минц на выпускном вечере произносит речь на латыни о причинах расцвета Римской империи. К сожалению, этой речи мне найти не удалось. И в чем же он видел причины расцвета Рима, я пока не знаю. После этого они, естественно, оба поступают в университет. Это была очень важная вещь для их отца. Это типично для его поколения. У поколения есть деньги, нет образования, следующее поколение должно получить и деньги, и деньги, и образование. И это на самом деле та модель, которую мы видим в том числе, например, и у того же поколения латышских общественных деятелей. То есть это поколение, которых мы привыкли называть Ялнстравные, новое течение. Их отцы часто были люди, в общем, достаточно состоятельные, и они стараются своим детям передать и образование, они отправляют их учиться. То есть это, как пример, и Райниса, и, в общем, целого ряда людей того поколения. Фауль Минц поступает на юридический факультет Петербургского университета, который заканчивает золотой медалью. И в дальнейшем он, в общем, довольно близко будет связан со многими петербургскими общественными деятелями. Владимир Минц поступает в Тартусский университет, Диагностский университет, который заканчивает в 1896 году. Едет стажироваться в Германию. Пауль Минц тоже стажируется в Тарту на юридическом факультете, где он пишет диссертацию о детской преступности. Это вещь, которая очень актуальна на тот момент. И в том числе у него идеи, которые в некотором смысле пересекаются с идеями от Токуна, о том, что плохая окружающая среда, вообще плохие гигиенические условия и в том числе тоже порождают криминал. Это идея общая. Вы помните, например, у Достоевского описывается жилище Раскольникова, и там явно проводится мысль о том, что если человек живет в грязи, в темноте, то и его моральный облик будет очень низким. Соответственно, в 1890-е годы Павел Миндз практикует как адвокат. Тогда это называлось помощник присяжного поверенного. Полноценным адвокатом евреи в Российской империи на тот момент становиться не могут. Это попытка российских властей ограничить революционное движение, ровно так же, как, опять же, например, была попытка ограничить прием в университеты, попытка ограничить прием и женщин в университеты, и представителей низших слоев. Как вы знаете, для Российской империи закончилось это довольно печально. Огромное количество людей едет учиться в зарубежные университеты. Классический пример — это первая латышская студентка, первая латышка доктор, Дора Флеякшане, сестра Райниса и в дальнейшем жена Петериса Стучки, которая как раз-таки приехала из Монт-Пелье, для начала медицину гораздо более радикально настроенной, чем она туда уезжала. В качестве исключения в 1904 году Паулю Минцу дают стать полноценным адвокатом. Было разовое принятие еврейских юристов в адвокатское сословие, целый ряд других известных деятелей. Был Максим Винабер, был Оскар Грузенберг. Многие из этих людей впоследствии будут близкими соратниками Паулю Минца по партии кадетов, конституционных демократов, главной либеральной партии в Российской империи. Все они в дальнейшем станут также известными деятелями русско-либеральной эмиграции в 1920-30-е годы. Что интересно, с самого раннего времени, уже с 1890-х годов, Паулю Минц занимается общественной деятельностью, помимо своей юридической практики. Он состоит во многих еврейских образовательных обществах, благотворительных обществах. Он туда вкладывает и свои деньги, он активно стимулирует других жертвовать. Это вещь, которая в конце 19-го века неразрывно связана с высоким социальным статусом. Если вы общественно заметны, то вы также и должны помогать тем, кто находится в менее привилегированном положении. И ровно так же образовательные общества очень важны, потому что те люди, которые сами получили образование, они понимают, какой важный это социальный лист. В то же время Владимир Минц ездил на стажировку в Германию, в Берлин. Вернувшись оттуда, он поселяется в Москве и начинает работать в одной из крупнейших московских больниц, Старо-Екатерининская больница. Моментально он становится одной из ведущих фигур в медицинском сообществе Москвы. Среди прочего он становится секретарем Российского хирургического общества и остается в этом статусе на протяжении 15 лет. Он становится первопроходцем в целом ряде отраслей в анестезиологии, в ортопедии. К сожалению, я не смогу назвать конкретно те изобретения, которыми он прославился, хотя они, в общем, все известны, но я, так как не медик, то я не очень понимаю, что все эти термины значат. Он достаточно мало участвует в общественной жизни. Он как раз таки старается много заниматься своей профессиональной деятельностью. Широко публикуется, он очень много взаимодействует с профессиональным сообществом. И, что интересно, совершенно непонятно, что у него происходит с этнической идентичностью, что у него происходит с политической идентичностью. Все, что мы про него видим, это его карьера выдающегося врача. 1905 год для Владимира Минца проходит совершенно незаметно. Он продолжает работать в Пауль Минц, живя в Риге, очень активно включается в события революции 1905 года. Он становится одним из членов так называемого прогрессивного блока, который объединяет либеральных, латышских, русских и еврейских политиков. В то же время он старается как-то уравновесить и окончательно не испортить взаимоотношения с консервативными балтийско-немецкими кругами. он избирается депутатом от Рига в так называемый Лифлянский провинциальный совет витамис провинциал Падоне, который должен был разработать реформу местного самоуправления. Царская власть посмотрела на то, какие депутаты туда избраны, в том числе там был целый ряд известных латышских политиков, например, Яныс, Голдманыс, и, в общем, ни одну из предложенных реформ не приняла. Но в это же время у него сложились близкие отношения с этими либеральными латышскими политиками, и впоследствии уже в период независимой Латвии они будут продолжать активно сотрудничать. В то же время он достаточно близок к социал-демократам. То есть ему, например, социал-демократы обращаются с просьбой быть своего рода адвокатом на процессах против арестованных якобы доносчиков. За это сотрудничество социал-демократами Минца даже арестован, попадает под суд. В конце концов его оправдывают, но судебный процесс длится 4 года до 1909 года. В конце концов к Первой мировой войне он практически один из важнейших еврейских общественных действий Ливрики. Начинается Первая мировая война и он активнейшим образом включается в помощь беженцам. Как мы понимаем, помощь беженцам на территории и Латвии и вообще в их приграничной зоне это одна из важнейших вещей. В Латвии из 2,5 миллионов населения примерно 800 тысяч по той или иной причине становятся перемещенными лицами. В том числе речь идет и о тех, кто сам бежал и о тех, кто был выселен царским правительством. Минц активно им пытается помогать. К сожалению, в 1916 году он сам вынужден уехать. Он уезжает в Москву и после 19 февраля 1917 года он получает позицию приват-доцента, как это называлось, в Московском университете. В это время его брат Владимир уже занимает эту же позицию на протяжении нескольких лет один из немногих еврейских преподавателей. Но после февраля 1917 года приходит октябрь 1917 года. Пауль Минц не хочет оставаться в большевистике России. Он уезжает сначала в Тарту, где он преподает. В 1918 году возвращается в Латвию, где его вскоре после создания независимой Латвийской республики включают в состав сената в декабре 1918 года. Владимир Минц, верный своему долгу врача, остается в Москве, где ему в августе 1918 года приходится лечить после покушения Фани Каплан Ленина. Впоследствии это, в общем, сыграло некоторую роль в том, что в советское время о Владимире Минце даже писали. И даже была издана книга, где было, среди прочего, отмечено, что, к сожалению, выдающийся хирург был исключительно политически недальновиден. Это повторяется несколько раз. Причина очень простая. Ему хватило двух лет в советской России. В 1920 году он добился разрешения эмигрировать и уехал в Латвию. И дальше начинается уже следующий период их деятельности. Пауль Минц в 1919 году становится государственным контролером Латвии и фактически создает систему госконтроля, как мы ее знаем. Ситуация была такая, что ему приходилось самому ездить по Риге и собирать мебель для своего министерства. Он был членом конституционного собрания Сатурсмаса поводца. Но при этом, будучи крайне популярным юристом, крайне популярным политическим деятелем, он был абсолютно неудачлив как политик такой повседневный. Он многократно баллотировался в Сайму, ни разу не был избран, он постоянно пытался объединить еврейские политические партии, которые между собой конфликтовали. Ему это никогда не удалось. Более того, даже когда он создал общество под названием Единство, даже это общество вскололось, при этом он оставался крайне лично популярным человеком. И параллельно с этим его брат Владимир, надеясь получить кафедру в Латвийском университете, баллотировался в 1924 году, проиграл известному хирургу Карлесу Дзайрве, по-моему, и на протяжении 15 лет возглавлял хирургическое отделение еврейской больницы Бекурталина. И судьбы их, как я сказал, к сожалению, очень типичны. Пауль Минц, когда начинается оккупация, он уже находится на пенсии, его с сентября 1940 года начинает прорабатывать НКВД, 14 июня 1941 года он вместе с семьей выслан в Красноярский край. При этом его брат Владимир Минц, который, помнили его так называемые заслуги перед советской властью, наконец был допущен до кафедры в университете, пытается спасти, он бросается в органы НКВД, он пытается объяснить, что Пауль Минц не враг советской власти, хотя совершенно не так, что Пауль Минц настроен крайне антибольшевистски, ничего не помогает. Пауль Минц умирает в конце 1941 года в Сибири, Владимир Минц, поняв, что он не зря был настроен достаточно антисоветским, он отказывается эвакуироваться и остается под нацистской оккупацией. И, соответственно, на протяжении четырех лет нацистской оккупации в Риге он оказывает медицинскую помощь и в пузниках бриджеского гетто, где он заключен. И, кроме того, его вывозят иногда лечить турусных медицких офицеров. В конце 1944 года его отправляют вместе с другими бриджескими евреями в концентрационный вагерь Бухенвальд в Германии, где он и погибает. Собственно, вот такие судьбы обе типичны для своего времени, в том числе типичны в своих позитивных сторонах и, увы, негативны. Спасибо. Очень интересно. Я надеюсь, вам тоже было интересно услышать эти истории, очень разные, необычные, но при этом глубоко связанные между собой общие истории Латвии и Латвии как части Российской империи. Во-первых, может быть, у наших докладчиков есть вопросы друг к другу, и у них есть приоритет естественно их задать и на них ответить. Я, конечно, хотел бы с удовольствием предложить нашим гостям, слушателям задать вопросы и попытаемся на них ответить. Ирина, я вижу вашу руку. Работает? Да. Слышно, да. Очень спасибо за доклады и у меня может быть такой каверный вопрос Кабасиян и Павел в частности. Вы рассказывали о героях, но есть антигерои. Может быть мне недавно попалась книга, которую прочитает The Heart Green Добритель. Один из антигероев это был The Dos Agnes руководитель Славков. Потом раз попалась опять же книга Реонида Юзерковича «Зимая дорога» и Ями Стронс против Ютеляева это белый красный арен это был один из последних боев в Сибири «Зимая дорога» где, в принципе, Ями Стронс выиграл в Шоу-Хиталь. И поэтому мне всегда интересовало вопрос уже не только латвийских героев в российской истории, но, может быть, и антигероев. Вообще, как это, может быть, взгляд из России, как латвийцы влияли вообще на какую-то историю в России не позитивную а негативную какую-то суть. Спасибо, Ирина. Я вот попрошу Дмитрия ответить, если можно, потому что он это сделает, то что лучше будет. Благодарю за доверие. Дело в том, что, конечно, если вы спросите в среде интеллектуальной и как бы интеллектуальной МРФ, какую же роль сыграли вот и шеи в истории России, то, вот как это бывает при каждой встрече, когда я начинаю разговаривать с людьми, так сурово нахворятся и скажут, а вот красные латышские стрелки Ленина охраняли гражданскую войну, для него выиграли. Вот, собственно, ответ про антигероя. Но дальше встает вопрос о том, что же хотим знать мы. И со своей стороны я могу предложить только один простой рецепт. Во-первых, всегда нужно искать правду во всей ее полноте. И в этом смысле же нехорошо, что вот сегодняшняя дискуссия состоялась, потому что само ее название, сама тематика в каком-то смысле провокационные, но это правильная и нужная провокация. А с другой стороны есть объективные реалии, что Латвия имеет цукопутную границу с Россией, так или иначе исторически очень многое связывало, и так или иначе через голову, я думаю, через голову правительств, помимо вот того всего кошмара, что творится в политической сфере, народам нужно друг друга понимать, видеть и узнавать. И вот это узнавание, оно, на мой взгляд, возможно, как раз через поиск тех исторических примеров, которые позволяют взглянуть друг на друга вот через это родство, через это совмещение, как уже было сказано, идентичностей. И в этом смысле, конечно же, слава Богу, появляются люди, которые сейчас, в том числе и в России, начинают говорить, например, о роли латышей в белом движении, о роли латышей в русской культуре с одной стороны, а с другой стороны, если говорить о моей стромной персоне и о той организации, которую я имею честь представлять и возглавлять, мы, соответственно, стараемся искать примеры носителей русской, не советской, а именно русской идентичности в истории Латвии, которые Латвии послужили и сделали много для ее развития и процветания. Возможно, вот такой подход был бы более правильным. Спасибо. Спасибо, Дмитрий. А, может быть, Сиро, вы хотите что-то дополнить? Ну, я знаю насчет своего героя, доктора Буна. Он все-таки был первым, он начал в Риге прививку классическую против Оспи и даже хотели его значит царевна Мария Федоровна пригласить сразу работать и в России и в Москве, но он отказывался, он остался здесь, но потом уже он поехал и много сделал для всей большой империи. Он же посылал эти специальные послания по всей по всей стране, так что я думаю, что он очень много тоже сделал для всех. это хорошо теми история интересна, что она богата такими факторами и мы не знаем, что будет в истории через сто лет. Так что будем радоваться этим моментом и никогда не будем забывать то, что было хорошего и то, что очень важно по-моему, моего героя Ото Вильгамо Гуна Голдаков он взял цитату очень такую хорошую по-моему своей работы топографа и он писал МОТО в одном топографическом плане такое, что стыдно не знать истории своего Отечества. Так что всегда надо знать, где мы живем и какая наша история. Спасибо. И я отидел. Ну, я могу сказать, что на самом деле с антигероями так, что антигероев во-первых лучше знают, потому что они как такие кинематографические злодеи, они привлекательные. И кроме того, антигероев часто вытаскивают, чтобы, условно говоря, тыкать вам в лицо и в силу этого они лучше известны. Поэтому я думаю, что как раз те персонажи, о которых мы сегодня говорили, это не самые неизвестные персонажи, но это персонажи, которые все время остаются в тени. Опять же про полковника Бридеса. С одной стороны, у нас есть улицы, но мало кто расскажет, кто он был, что он из себя представлял. Отто Пункун, хорошо, недавно поставили табличку возле его могилы в коридорическом большом кладбище. Братьям Минцам есть небольшие таблички соответственно на стане больницы и в Латвийском университете. Но это персонажи, которые бесконечно интересны тем, что они на самом деле сто или двести лет назад давали во многом ответы на те вопросы, которые актуальны для нас сегодня. Про идентичность, про профессию, про социальные вопросы. Мы можем не соглашаться с теми ответами, которые они давали, но это ответы интересные, которые имеет смысл проанализировать. И таких белых пятен у нас бесконечно много. Поэтому я думаю, что историки пока хорошо были, чтобы занимались вот этими персонажами. Когда начинают тыкать антигероями, так и когда историки начинают антигероями тоже заниматься. Поэтому нам интереснее, наверное, позитивные персонажи. Я бы два слова от себя добавил, что мне кажется, что на самом деле положительных героев достающих просто больше. Да, действительно, вы что-то там слышали про отрицательных, где-то информация, как отрицательные, больше, но в целом позитивные все равно больше. Хороших людей больше. Вопрос? Еще ответили, я вижу два вопроса. Я бы хотел в одну реплику насчет героев и антигероев. Как говорил один умный человек, ничего не так, мне трудно высказаться правильно, не так непредсказуемо, как история. Мы люди, которые жили еще в Советском Союзе, хорошо помним, какие были наши герои, про которых мы сейчас говорим как антигероев. И я тоже про них думаю так не очень хорошо. И про этих героев, которых мы не знали. Но вот самое интересное в этой дискуссии, те люди, которых мы знали мало. И в этом, конечно, плюс нашей дискуссии, потому что всех антигероев, которые когда-то были героями, часть которых называли улицы, сейчас от этих таблицей сняли, поставили другие таблицы, про тех, может, и не надо. Пусть через каких-то 50 лет, еще мы тогда поймем лучше. А сейчас судить с горячим, может, и не надо. А вот те люди, которых вы нам рассказали, тоже и большое спасибо. Спасибо за вопрос. Есть еще один, да? Работает? Скажите, по-вашему, почему Владимир Минц остался в Риге во время на Цице-Пас? Не знал ли он, что его... Нет, ответ достаточно простой. То есть, скажем так, в 70-м году, когда о нем написали книжку, то написали, что он остался верен своему долгу врача. О том, что он пытался безуспешно спасти своего брата, которого депортировали в Сибирь, там, естественно, не написали. И, насколько мы понимаем, в том числе из мемуаров, то он совершенно четко сказал, что он с этими людьми больше не хочет иметь ничего общего. Хотя, в общем-то, он до этого, до 14 июля 1941 года, от советской власти лично не очень пострадал. То есть, так как он лечил Ленина, то у него, в общем, был довольно высокий социальный статус в вот эти два года жизни в советской России. Что будет, на самом деле, он не знал. То есть, было понятно, что ничего хорошего не будет, но тут, скорее, это уже отдельная большая история про то, как латвийское общество воспринимало события с 40-го и 41-го года. Все общество знало, что вообще, в принципе, ничего хорошего во время войны с нами не будет. То есть, каждый выбор, там было очень много факторов. Но мы, насколько мы понимаем, в том числе было то, что он просто не хотел иметь больше ничего общего с советским. Если бы он знал то, что мы знаем сегодня, наверное, был бы другой выбор. Но это уж совсем другая история. Он не знал, что он рискует жизни въехать? Нет. 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 Он знал, что будет плохо. Но, сказать, что такое плохо, не было известно. Спасибо. У нас осталось буквально пару минут. Может быть, Дмитрий и Серёва хотят какие-то заключающие сказать слова. Объявление сделано. Не волнуйся. Серёва? Ну, мы уже вас пригласили с Гуном, так сказать, навестить нас в Иричском центре по психиатрии и норкологии. Это мы находимся в Риге, Сафиандаогова, на улице Твайку. Можете связываться со мной, прийти в гости. Не только эта экспозиция у нас есть, и ещё другой, потому что наша история очень богатая. Действительно. Очень интересно. Будем рады вас видеть. Ну, завершая, я тоже хотел бы поблагодарить, прежде всего, докладчика и вас, дорогих слушателей, что вы нас слушали. Надеюсь, было интересно. Ещё раз напомню, что наша организация называется Крэс-Поли-Школа. Заходите на наш сайт, следите за объявлениями. Мы ещё будем что-то устраивать, организовывать. В Риге или в Нью-Йорке, не знаю. Вы везде welcome. И, да, Дмитрий, проси, два слова. Спасибо. Спасибо всем, кто досидел до конца. И тут, соответственно, полагается небольшой бонус. Мы много говорили об идентичности, и вот в порядке работы нашей над поиском не советской, но русской идентичности в Латвии был сделан такой проект «Русский календарь Латвии». Где собраны соответствующие факты и даты, которые позволяют понять, что же можно под такой идентичностью подразумевать. Все, кто желают, могут получить такой календарь здесь бесплатно. Спасибо. 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 Спасибо.